Если в первые часы не оказать помощь, они умирают или становятся инвалидами. Речь идет о пациентах, у которых есть подозрения на инфаркт. Чтобы помощь была своевременной, бригады интенсивной терапии снабдили мобильными электрокардиографами с функцией дистанционной передачи данных. А тему продолжит наш корреспондент. Бригада скорой медицинской помощи собирается на вызов к жительнице Твери, которой 61 год. Автомобиль до места назначения доехал быстро. Как только медики оказались в квартире, немедленно спрашивают пациентку, что ее беспокоит. Слабость. Лед в спине давит в грудной клетке. Сознание не ясное. Привычный цепь давления сколько составляет? Ой, сейчас непонятно. Сейчас и вверх, и вниз. Медики на месте снимают электрокардиограмму через портативный электрокардиограф. Параллельно уточняют, какие препараты женщина пьет, меряют давление, берут кровь на сахар. Чтобы поставить точный диагноз, нужно учесть текущее состояние здоровья. Кардиограмма женщины сразу поступает к кардиологам в региональный сосудистый центр. За небольшое время они принимают решение. На этот раз все обошлось. Надо нормализовать давление и дать соответствующие рекомендации пациентке. Так работать будут всегда. В областной клинической больнице уверены, что действуя таким образом, они смогут спасти жизни людей и сохранить им здоровье. Сегодня в региональный сосудистый центр за сутки поступают от 30 до 60 звонков и обращений. И из них 10 случаев требуют немедленных действий со стороны врачей. При этом наш врач-специалист знает, что спросить, даже если это не врач скорой помощи, фельдшер, помогая задавать вопросы, которые позволяют точно установить диагноз пациента. Благодаря этому сокращается время на принятие решения о том, острый пациент или это пациент, не болеющий острым коронарным синдромом. Если у пациента острый коронарный синдром, он напрямую попадает в сосудистый центр. Сразу из приемного отделения отправляется в рентгеноперационную, где врачи восстанавливают проходимость сосудов сердца. Те, кто не нуждается в экстренной помощи и хирургическом вмешательстве, в ближайшие часы направляются в первичный сосудистый центр. И оттуда их забирают в отсрочном порядке. Каждый случай с пациентом отслеживается дистанционным центром и маршрутизируется специалистом.